здравствуйте дорогие подписчики и зрители канала people life меня зовут нонна мусселян и сегодня с нами на связи skype таролог яна пасынкова яна прошло некоторое время с того момента как мы с вами в последний раз общались у нас накопилось несколько вопросов с десяток где-то и хотим обратиться к вашему прекрасному инструменту таро я на скажите каким будет таро прогноз для украины и для украинцев что ждет мирное население какие новости с фронта что будет в экономике благодарю так значит услышав тревогу по всем областям в любой области жители высоких домов сразу же спускаются вниз есть опасность для высоток именно для жилых домов для частного сектора есть такая опасность делают ли они это специально да они это делают специально что ждать на август так на август ждать в нашу сторону выпада какого-то мирового лидера чем не хорошего выпада какие-то претензии к нам будут 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 рост цен ждем будет расти цены так будут обнародованы схемы сливания денег так и ждем каких-то более или менее неплохих новостей по поводу осени и зимы что все-таки они там напряглись перестали пизде деньги и как-то саккумулировали силы и придумали как нам с вами прожить осень и зиму интересный ролик к 24 августу день независимости выпустили с атакой дронов на москву исполнится ли это какие планы у россии у кремля по отношению киеву на этот день так атака дронов на москву так она и сейчас происходит атака дронов на москву и очень успешно будет ли дальше херячить по москве будут ли дальше значит я в пятый раз повторяю что-то у них там будет летать будет взрываться причем однажды это случится и с кремлем однажды случится массированная достаточно атака но мало ли что там откуда прилетел откуда мы знаем слушать так какие планы у рф и кремля на киев на эту дату на 24 августа план рф и кремля готовится ли что-то готовится ли что там да к сожалению готовится им нужно будет повыделываться им нужно будет поиздеваться над пленными им нужно будет показать что все таки они значит что то еще могут хотя дьявол уже выпадает перевернутом виде причем давно он такой выпадает он теряет свою силу вражеские войска теряют свою силу это хорошо это должно быть я на угрожает ли что-то нашим польским партнером давайте посмотрим с помощью карт такой вопрос если мы возьмем период от момента сегодня в период одного месяца возможно ли провокации со стороны беларуси и попытка втянуть польшу войну если да то какими будут последствия для россии и беларуси значит беларусь как обычно будет вообще ни при чем как обычно значит усатый таракан будет рассказывать откуда готовилась нападение а для рашки это может быть хорошим серьезным прорывом и даже захватом каких-то территорий то есть это не просто так делается не потому что они там все чокнулись это и так понятно но тут есть какая-то цель им нужны ресурсы вы понимаете в чем дело им нужны победы им нужны ресурсы весь мир от них отвернулся ну практически весь мир с победами на нашем фронте фронте вообще тяжко для них я на вопрос следующий на оккупированных территориях украины россия принудительно мобилизировала около 60 тысяч мужчин это наши люди которые воюют против нас как с этим как с этим быть ведь даже если освободим территории что будет с этими людьми что будет с ними все как подобает букве закона будет арест будет следствие будут разбирательства поэтому по ту сторону если кто-то слышит или смотрит но лучше притворитесь мертвым сразу чем идти сюда и воевать с нашими ребятами у нас есть хороший информационный повод поговорить про курскую атомную электростанцию есть информация как бы да поговаривают что вариант того что россия хочет сфальсифицировать взрыв на курской аэс и назвать это что когда сформировать сделать так что будто бы это сделала украина что это как бы реальный такой план есть давайте посмотрим такая идея есть в их головах кремлевских либо это тоже фейкл новость подорвать у себя аэс и скажу это мы ну это почему это в стиле да есть такой план есть такой план и это не только аэс касается там будут подрывы взрывы разрушения в которых будет обвинять нас я на какие резонансные новости ваши карты показывают на август месяц по территории крыма конкретно услышим ли мы что-то расскажите пожалуйста так значит мы услышим с вами в августе в сентябре вот конец лета осень что крым берет себе под крыло какой-то дядя важный мощный и он там будет делать хорошо тепло светло красиво все для отдыха все прекрасно в одном из новостных порталов появилась статья с громкими фразами зеленский забыл кто в доме хозяин или из серии запад ищет ему замену на фоне буксующего контрнаступления запад все еще не доволен зеленским который вместо благодарности требует все нового оружия самолетов ракет и денег понятно что паблики пишут разное иностранные особенно что показывают ваши карты оказывает ли запад давление на владимира зеленского так давайте так запад какого мнения давайте запад о нашем президенте значит во первых запад нифига на нашего президента не гонит по сути то есть печататься в таблоидах может все что угодно это тоже для чего-то делается в нашем правительстве запад не сомневается насколько это возможно почему насколько это возможно есть ситуация с вы нам обещали другой результат нету другого результата контрнаступление это использование их ресурсов так как нужно однозначно да плюс запад очень сильно переживает за жизнь нашего президента даже боится за жизнь нашего президента я об этом говорю уже год то есть нужно беречь зеленского и нужно сделать так чтобы он чтобы он жил не то что там он выжил или выборы следующий выиграл это третий вопрос просто чтобы он жил я на в одном из своих интервью ранее еще при начале при начале полномасштабного вторжения вы говорили о том что война будет лица 15 месяцев и на 15 месяц силы противника вы назвали это метафорически дьявол начнет терять свою силу скажите пожалуйста в каком состоянии сейчас армия рф и запасы оружия запасы оружия запасы техники на сегодняшний день как там обстоит ситуация давайте посмотрим с помощью ваших карт значит так на май месяц мы говорили о том что он будет переломным для того чтобы дальше что-то смотреть действительно в конце мая если вы помните началась контрнаступление насколько теряет армия рф и свои силы в каком она вообще состоянии находится в каком она находится состоянии защит течет отовсюду дырки есть везде пробоины есть везде пытаются заткнуть вообще мыслимыми и немыслимыми способами у них нету самого главного у них нету здравомыслящих полководцев и у них нету коммуникации внутри вот этой военной структуры то есть там каждый тянет лямку в свою сторону и там я вам хочу сказать что назревает бунт и такой хороший серьезный потому что верхушки они умасливают баблом те молчат а низ туда ничего не доходит и молчать не будут то есть там люди на сегодняшний день тоже молятся о том чтобы это все закончилось я на последний вопрос хотелось бы поинтересоваться у вас не просто с помощью карта какой экстрасенс а у человека который обладает видением скажите на тонком плане какие-то интересные новости позитивные нас ожидают в августе-сентябре если да то хотя бы намекните какие украинцам и зрителям нашего канала будет очень ценно услышать эту информацию будет какой-то большой бум будет какой-то большой взрыв это естественно не хорошая история потому что любое разрушение это плохо но в итоге это разрушение будет нам на руку благодарим вас я на от имени всей команды канала people life за эти ответы за то что уделили нам время напоминаю нашим зрителям что наш канал посвящен прогностике формированию событий будущего разными методами разными инструментами с нами на связи была таролог яна пасынкова мое имя нонна мусолян и до новых встреч на канале people life а